Амперфект Амперфект Один из паблишинги студия Амперфект представляют Юлия Цыпленкова Невеста на уикенд Глава первая «Я хочу вас...» Эта фраза, сказанная будничным тоном, заставила меня поперхнуться, а мужчина, нависший надо мной, продолжил «Я хочу вас попросить...» Выдохнула. Собственное изумление показалось глупым, и я по кладиста кивнула «Да, конечно. Что я могу для вас сделать, Константин Георгиевич?» «Будьте моей невестой», — внес неожиданное предложение мой шеф «В каком смысле?» — осторожно уточнила я «В прямом. Вы поедете со мной к моим друзьям, я представлю вас своей невестой Вы подыграете мне, изображая влюбленность и обожание Я, соответственно, тоже Уикенд мы облизываем друг друга, а в понедельник вы получаете премию и возвращаетесь к своей привычной жизни Что скажете?» «Ну, допустим...» — уклончиво ответила я, не спеша согласиться на странное предложение «Но у меня есть вопросы. Зачем вам это нужно и почему я?» «Простите, на всякий случай извинилась я, не желая ссориться с начальником» Он присел на край стола и коротко вздохнул Я продолжала рассматривать его снизу и вверх и ждала ответ «Нет, мой начальник был видным мужчиной и, насколько я знала, несвободным» По крайней мере, подруга у него была Еще вчера утром она промчалась мимо меня, обдав шлейфом дорогих духов И исчезла в кабинете шефа, не дожидаясь доклада И когда они уходили, Костик, как мы за глаза именовали начальника, обнимал свою даму за талию И вдруг его предложение «У меня спор», — пояснил шеф Я ответом не удовлетворилась, и он это понял по моему взгляду Костик покривился и продолжил с ноткой раздражения «Видите ли, Вероника, пару лет назад мой близкий друг женился Женился совершенно невыгодно, но по большой любви По этому поводу я имел неосторожность посмеяться над ним Не со зла, это была добродушная ирония Я назвал своего друга каблуком и теленком И в ответ он назвал меня бесчувственным чурбаном, который интересуется только карьерой и резиновыми куклами В общем, мы немного повздорили Результатом размолвки стал спор Я опрометчиво заявил, что через два года приду к нему на годовщину с невестой, которая будет любить меня до полуобморока И к которой я буду испытывать такие же чувства Так в чем дело? У вас ведь есть женщина Это не то, — досадливо поморщился шеф У нас партнерские отношения Я даю ей, что она хочет, она делает, что я хочу Лиза называет это любовью, я временной интрижкой В общем, мы уже на грани прекращения этих отношений Не понимаю, — я пожала плечами Хорошо, — меня окинули сердитым взглядом В споре было еще одно условие Моя невеста не должна до поры знать о моем достатке То есть я должен был познакомиться с ней как какой-нибудь менеджер То есть, как вы понимаете, моя невеста должна была полюбить меня не за мой счет в банке, а за то, что я клевый парень Хе-хе, невольно вырвалась у меня Клевый парень был похож на моего начальника, как овца на волка Угу, — совершенно не обиделся Костик Характер у меня поганый И времени на то, чтобы вскружить голову невинной девицы нет совершенно Такие вот Лизы для меня идеальные И жениться я собирался на девушке из выгодного семейства Все для дела Я покивала головой Все-таки он сволочь По жизни сволочь Меркантильный, бесчувственный карьерист Сухари-прагматик Какой есть, — высокомерно ответил шеф, словно прочитав мои мысли Я округлила глаза и прижала ладонь к груди, всем своим видом уверяя, что думаю о начальнике только самое хорошее И вообще обожаю его каждый день и по три раза Он отмахнулся и продолжил Так что вы должны понимать, что нам придется не только разыгрывать влюбленную пару, но и врать о нашем знакомстве и развитии отношений Да вообще обо всем Вам так не хочется проигрывать? Ненавижу проигрывать и насмешки не терплю А они будут, — мрачно произнес Костик И что вы мне ответите? А если откажусь? Мы с вами попрощаемся И характеристику вам напишут такую Я закашлялась и кивнула, останавливая его Я поняла, выбора нет Нет, — согласился со мной шеф Зато премия будет, как ваша зарплата за три месяца О, — протянула я, чувствуя, как загораются глаза от предвкушения Да, я тоже меркантильная А что делать? Жизнь такая После этой мысли я посмотрела на Костика преданным взглядом Я ваша с потрохами Знаю, — усмехнулся начальник Но вы не ответили на второй вопрос, — напомнила я Какой? Почему я? А вы здесь еще кого-то видите? Искренне удивился шеф и обвел рукой пустой офис Мне срочно нужна влюбленная женщина Вам, — он покрутил пальцем, словно обрисовывая меня Судя по всему, деньги Я оскорбилась, но начальник мой возмущенный взгляд проигнорировал Заканчивайте работу, Вероника Я жду вас в машине, и мы придумаем историю нашей любви Он передернул плечами Звучит как-то жутко Но спор есть спор Идемте И не обращая внимания на мой открытый рот Первым направился прочь из офиса Для него это был вопрос решенный Для меня, собственно, тоже Когда на одной чаше весов кругленькая сумма А на другое увольнение и волчий билет Сомневаться и выбирать не приходится Я спешно сохранила документ, который печатала Выключила компьютер и последовала за шефом Он ждал меня на парковке возле бизнес-центра Пассажирская дверь открылась, как только я приблизилась Я не смело потопталась перед дорогим авто А после поджала губы и нырнула внутрь Слишком долго, бросил Костик, выруливая с парковки Не люблю впустую тратить время Простите, ответила я Но обида за намек на мой внешний вид все еще не прошла Покосившись на шефа, я все-таки съязвила В любви не может быть суеты Поспешность может опозорить мужчину и расстроить женщину До такой степени близости мы не дойдем Невозмутимо ответил шеф А хамить не стоит Хамство может опозорить работника и расстроить работодателя Вы знаете, что бывает, когда начальник расстраивается? Это не работа, это шабашка Ответила я и опомнилась Простите, Константин Георгиевич, я буду осмотрительней в словах Верное решение, Вера Итак, не будем терять времени Он вдруг осекся и поглядел на меня, явно вспомнив мою недавнюю реплику После немного изменил фразу У нас достаточно времени, чтобы обдумать нашу историю Я слушаю вашу версию Я опять почувствовала возмущение Мне и так придется врать на каждом шагу и изворачиваться Так я еще должна сама это вранье придумать и его научить Премия, напомнило подсознание Очень большая премия Возмущение исчезло За хорошие деньги можно создать новую вселенную Не то что какой-то эпизод из жизни господина Колчановского Значит, история любви Вера, вы женщина, снова заговорил шеф Вы эти сопли должны щелкать, как семечки Фу, покривилась я И тем не менее, заупрямился Костик Ну хорошо, кивнула я Значит, вы не вы Давайте кофейню Я заходил туда с кем-нибудь из знакомых и заприметил вас Вы обслуживали чужой столик, потому меня не запомнили А я вас запомнил и в другой раз пришел в одежде попроще и сел так, чтобы вы меня обслужили Как вам? Очень романтично Фыркнула я, почему-то не желая быть официанткой Но с другой стороны, кто? Продавщица в супермаркете? Или библиотекарь? Костик по библиотекам не ходит По супермаркетам тоже У него для этих целей должна быть домработница Наверное И тут мне в голову пришло, что я совершенно ничего не знаю о своем шефе Хотя, это-то понятно Не обсуждать же ему со своим бухгалтером личную жизнь Ладно, буду официанткой, согласилась я Хотя, могла бы быть и библиотекарем А вы увидели меня во время пробежки в парке Пф, как-то пафосно фыркнул Костик Я не бегаю в парке Я хожу в фитнес-центр, там и занимаюсь Еще бассейн, зачем-то уточнил он